Привет, ребята! Как у вас дела? После маленького пережива продолжаем серию онлайн битвов Mortal Kombat X. Как вы помните, в предыдущий я сделал маленький опрос, где у вас на выбор было три персонажа, Китана, Мелина и Кейси Кейдж. Так вот, результат меня немножко удивил, потому что я думал, что все-таки Китана является самым культовым и, возможно, самым популярным персонажем, поэтому вы выберете именно ее. На деле все оказалось наоборот. Китана вроде пришла второй, Мелина третий, и большинство проголосовало за Кейси Кейдж. Я на самом деле очень удивлен данным выбором. Конечно, я за нее более-менее умею, как играть, но то, что многим людям так она нравится, это, конечно, для меня маленький сюрприз. Сейчас попробуем найти оппонента и показать, на что мы способны за Кейси Кейдж. Так, вступаем в бой. Жокки. Окей. Хорошая стата у парня. Кейси Кейдж не является моим основным персонажем. Я за нее, так, более-менее умею некоторые вещи делать, но... Не ожидайте, что я буду выигрывать каждую игру, но посмотрим. У парня очень хорошая стата. О, взял зонящего РМ Блэка. На самом деле, именно против этой вариации я, наверное, играл раза 3-4. Очень мало кто берет именно РМ Блэка с вот этим ружьем. Там же 3, да, получается? 3 выстрела он делает после своего спецприема. Пыш, 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 да. Я не знаю, можно ли это наказывать. Окей, let's go. Видели, нет? Это вообще был хит-конфирм. Ай-яй-яй. Ооо. Тут, получается, еще отмены есть. Окей. Не, не нужно напрыгивать на кейсе. Ай-яй-яй, я бы мог это наказать. Наказать, блин. На самом деле, мне немножко неудобно играть, потому что я тут все переставил. Все, хватит, хватит. Я знаю то, что ты умеешь обидеть. Ой-ой-ой, смотрите, какая круто. Хо-хо. Блин, я не ожидаю вот этот оверхед. Оверхед. Я тут все переставил, и мне немножко неудобно сейчас играть. Ладно, сейчас посмотрим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. ух ты ай-яй-яй а как я не попал этими джип Пинок в напрыжке, извините, я просто не могу это комментировать, мне немножко... ой, молодец. А, это наказывается, отлично. Смотрите, умеет играть, контролирует расстояние, а тем временем я почему-то... У меня монитор упал, да, к сожалению, получается, я не так хорошо играю за Кейси Кейс, возможно, это было даже не очень-то хорошей идеей, но под конец я думал, что я смогу перебить его вставание с помощью назад-2, что-то не получилось, он сделал вот этот командный захват намного быстрее, чем я отреагировал, поэтому я проиграл данный матч. Но, думаю, неплохо, сейчас мне нужно немного размяться, уже более-менее нащупать, так сказать, почву, и за Кейси вообще, думаю, побеждать так и легко. Очень простой персонаж и довольно-таки эффективный. Так, блин, хочу ли я сыграть с этим парнем? Ну, давайте чисто для разминки, чтобы я вспомнил какие-то основы Кейси. Я, конечно, все знаю. Единственное, я, наверное, не понимаю, это как делать очень хорошие угловые комбинации. Вроде именно в этой вариации, Голливуд, у нее появляется атака 2-1-4, которая дает ей наносить больше урона в углу, и там, в общем, немножко сложноватые комбы, которые нужно заучивать. Так, берет у нас Эйкинг 0-80 Скорпиона. Окей, посмотрим. Ай, блин. Хе-хе. Хорошо. Очень хаотичный бой, я не знаю, что этот парень делать, вот какие-то новые техники я я никогда такое не видел на прыжка и апперкот да к сожалению парень так скажем играет на среднем уровне чтобы никого не обижать блин а я получилось наконец-то я вот кстати могу реально не такую технику применять после этого же можно блокировать я не знаю почему он не нажимает блок когда уходит в стагер после усиленного получается над крекера да тут такие конечно моменты нужно знать он видно думает то что все еще находится в стане и поэтому не держит блок мельник 87 сразу видно русский парень стата неплохая давайте посмотрим надеюсь он играет лучше предыдущего скорпиона и у него аватарка кенша окей посмотрим кинзюцу это хрень которая с этим с оверхедным мечом вот туда предстоит нам это узнать кстати этот я таки часто уже вижу кенши довольно таки интересный тренд ой кого тут только не увидишь в онлайне жесть я может там вам потом покажу нет от меня не убежишь я блин точно против такого кинжи не нужно блокировать вниз вот примерно такая конечно не оптимальная комбо но хотя бы что-то показал а блин там смотрите да очень очень долгий стамп после этой хернюшки хватит убегать а я вот не знаю было ли это наказанием надо вообще посмотреть сколько кадров идет двойка ну а мой вот совет да сразу первые если вы играете за такого персонажа прессера или за персонажа у которого очень плохие зонинг опции то есть нету спецприемов для зонинга или каких-то очень длинных ударов чтобы быстро подойти к своему оппоненту то нужно прессить 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 ну и знаете mortal kombat x такая игра здесь очень многое решает контр пик женя печенье ой я даже не знаю захочет этот парень играть на давать сыграем за кого играть за саб-зиро если за саб-зиро он будет то я наверное проиграл я не думаю то что кейси является топ персонажем там топ-тир да на уровне какой-то милины потому что все таки ей чего-то не хватает вот как вы видели в той игре против эрэн блэка ну конечно я сам там этот нельзя сказать то что я за ней очень круто играю но в той игре против эрэн блэка или мне чего-то не хватало или ей топ персонажи они должны быть более широкопрофильными у них должно быть больше инструментов а вот скажем чтобы использовать ее зонинг да наверное если бы я мог делать инстантовые пистолетики а постойте а это великий мастер что ли ой дурак делать лагает против него он специально так делает интерес итакой себе саб-зиро и да с помощью пистолетиков я разрушаю его клон и забираю раунд ему нужно быть более агрессивным потому что на ай блин пожадничал хотел сделать более лучшую комбинацию и вот посмотрите как с ним лагает я не умею делать инстантовые пистолетики поэтому приходится братишка после вперед 3 ты оказываешься в минусах поэтому не можешь просто так сделать клон а я я про это вообще забыл он примерно так к сожалению да этот парень тоже примерно играет на уровне этого скорпиона слишком а пассивное действие хоть он и из получается россии почему-то у нас не были лаги неужели еще один кенши я наверно откажусь от игры с этим парнем потому что потому что охота более сильных оппонентов ооо давайте это будет последняя игра неплохая стата у парня 3 1300 на 1000 let's get the stars я как павлин покажу ему свои крылья чтобы он меня боялся и скорпио но интересно да как он играет это вообще какая вариация была наверно все-таки 2 потому что 2 стала популярной 3 она самая эффективная но самая сложная там нужно делать отмены еще там что-то а первая но 1 как тут утратила свое попали нет от все-таки 3 блин я не успеваю да ё-моё что такое хорошо как я попался на обычный этот на обычное копье жесть ух ты ладно давайте эту буду играть без шуток ай без шуток без шуток я игра на полном серьезе а а а а а но в в в в в в в в в Смог я наказать? Хорошо. Охо-хо, какой конфирм. Ну я и забыл ли это конфирм или я нажал чисто инстинктивно, но давайте скажем, что это был конфирм. Ай-яй-яй. Есть. Не убегать тебе вечность? Зря-зря ты это делаешь, но вот почему-то... Ай-яй, блин, я это мог... Слишком я безопасная игра? Нет! Ооооо, я последнюю игру проиграл! Ой, дуралей. Ну короче, что сидишь-то? Да, к сожалению, получается за Кейси Кейш я не так хорошо играю, как я думал, но... Да, все-таки... Как видите, к чему вообще приводит, да? Такой стиль игры, как у меня, когда ты пытаешься играть вообще за всех персонажей. Как видите, очень много дурачков онлайн и что-то там начал приседать. Поэтому под конец давайте я покажу персонажа, которого тренировал так примерно два дня. Вот понравилось мне играть за Чужого, поэтому там вышло два гайда, там еще один друг их попросил. Поэтому под конец все-таки сыграю я одну игру за Чужого. Посмотрим, будет ли так же плохо за Кейси Кейдж. Вступаем в бой. Ооо, Хорайзен. Это же этот парень, вроде, он постоянно сидит на форуме fighting.ru. Охота даже против него взять кот Альканы. Но давайте все-таки сказал Чужой, значит будет Чужой. Таркотанец. Сейчас посмотрим, на ком вообще. Ой-ой-ой. Зонеры-зонеры. Как же вы меня достали, а? Зонеры, конечно, в определенной степени контур от Чужого, потому что... Потому что это Чужой. У него нету там каких-то... Особенно у Таркотанца, да? Проджектайлов. Но, с другой стороны, если играть правильно, я могу использовать перебежку, чтобы быстрее до него заходить. Я просто не знаю вот эти опции его. Не идеальное наказание, к сожалению. Но, вот видите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Закомбит парнишка. 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 Та-та, 3000 на 500, всё-таки я должен выиграть эту игру. Какой же я лох, ребята. О, а, это Перри? Я, кстати, вообще тут впервые вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Теперь, может, вы понимаете, почему я играю без веб-камеры. Да вот эта хрень, которая, я не знаю, вот эта левитация и NGP, она меня уже вообще достала. Как-как мой удар не попал, а вот эта хрень китана попал. Ай-яй-яй-яй! Эх, нужно было против этого парня играть на основном. Но вот эта левитация, мне нужно было научиться её контролировать. Хотя я же мог без проблем эту игру выиграть. В общем, да, ребята, вот к чему приводит то, когда вы очень редко играете. Совсем я мало в последнее время играю. Когда вы не улучшаетесь, да, у парня там стата 3000 на 500. Хотя, если бы я бы тоже так же играл, то, думаю, мог бы достичь определённых результатов. Это, конечно, настраивает на определённые мысли. Но, с другой стороны, нужно ли тебе это? Ты что, играть, я не знаю, целыми днями, чтобы такие статы набивать? Не знаю, не знаю. Всем спасибо, пока!